Добрый день! Меня зовут Кирилл Баранников и сегодня я представляю один из проектов стратегии развития университета. Проект, посвященный формированию студенческой стартап-инфраструктуры и ее продвижению. Надо сказать, что в последние десятилетия наравне с двумя базовыми процессами развития университета, образовательной деятельностью и исследовательской деятельностью, все сильнее звучит разговор про инновационную деятельность, про так называемую третью миссию университета. При этом в эту третью миссию впадает то, что называется трансфер технологий и развитие предпринимательства. В этом контексте многие лидеры университета по всему миру, такие как Оксфорд, Гарвард, Хель, Пенсильваньский университет и многие другие, фокусируются на развитии именно этого направления. Яркий пример это Оксфорд, который ежегодно несколько десятков спин-оффов выпускает из тех компаний, которые создает. Или Гарвард, которые наравне с основным доходом получают огромную сумму от тех инвестиций, которые вкладывают в развитие стартапов. Этот новый контекст дает совершенно другую рамку работы университета. В эту рамку входит задача формирования широкого спектра возможностей для студентов, как в части создания собственных проектов, так и в части развития стартап-компетенции и культуры. Однако, что важно, что это нельзя сделать директивно. Нельзя издать приказ, по которому все начнут создавать стартапы или собственный проект. В этом смысле очень важной задачей становится формирование целой инфраструктуры, которая будет позволять возникать таким стартапам и будет позволять их поддерживать. Отсюда и возник наш проект. Наш проект состоит из нескольких частей. Первая такая вот часть связана с изменением базового образовательного процесса. Изменение образовательного процесса связано с целым рядом мероприятий. Первое – это внедрение ядерного курса и системы элективов для студентов, в ходе которых они могут формировать и развивать те самые стартап-компетенции. Надо сказать, что эти события затрагивают всех первокурсников. Второе – это проектные события. Которые позволяют всем поступившим в университет попробовать на вкус, а что такое стартап, а что такое создание собственного проекта. Ну и наконец третье – это общий университетский конкурс и челленджи, в ходе которых можно не просто попробовать проект, но и предложить собственную инициативу. Второй блок связан с построением внутри университета специального пространства, в котором ребята могут создавать собственные проекты и реально их продвигать. Это пространство состоит из нескольких элементов. Первое – то, что называется городской преакселератор проекта. Фактически это набор интенсивных программ, в ходе которых ребята могут поработать с целевой аудиторией, ценностным предложением, просчитать бюджет своего проекта. По итогам такой программы ребята ставят реальный бизнес-проект или реальную социальную инициативу. Второй блок – это взаимоотношения с партнерами, когда команда может выйти на стажировку или где-то опробировать собственный проект. Ну и наконец третья часть – это то, что называется трекинг. Фактически это модерационное сопровождение команды, помощь в развитии и продвижении собственного проекта. Третье направление стратегического проекта связано с тем, что называется фандрайзинг или фактически обеспечение ресурсами той или иной команды или того или иного проекта. И здесь есть несколько таких фокусировок. Первое – это заявочная поддержка, когда команда получает помощь в формировании заявок либо в какие-то фонды, либо на какие-то гранты, либо на программы. И в этом смысле могут получить ресурс, в том числе и финансовый, на развитие собственного замысла. Второе направление связано с HR-поддержкой, когда команды связывают с представителями крупных компаний, в том числе в формате HR-хакатонов или HR-демо-дней. И это отличный ресурс не только для продвижения проектов, но и для продвижения ребят. Ну и наконец последняя история – история, связанная с консультационным центром, когда каждый студент в университете может получить ответы на свои вопросы по любому этапу развития проекта – от самого начала до самых финальных стадий. Отдельным направлением стратегического проекта является так называемая «школа-модератор». Это пространство для преподавателей университета, которые осуществляют поддержку инициатив для стартапов студентов. При этом здесь тоже есть несколько векторов. Первое – это интенсивные образовательные программы по стартап-инструментам, когда преподаватели сами осваивают те или иные техники или приемы для разработки проектов. Второе – это модерационные техники, то есть техники, которые необходимы для проектирования и проведения проектных сессий и проектных событий со студентами. Ну и последний блок – это консультации. Каждый преподаватель может обратиться с интересующим его вопросом для получения поддержки по проведению тех или иных форматов занятий. В завершении мне хотелось бы представить несколько ключевых показателей. Каждый из таких показателей фиксирует результативность проекта. При этом у этой результативности есть несколько направлений. Первое – это то, что связано с вовлеченностью студентов, как в части количества участников разных проектных событий и мероприятий, так и в части количества поддержанных проектов, в том числе и финансовых. Второе направление связано с увлеченностью преподавателей и той самой школы модераторов, о которой я говорил чуть раньше. Ну и, наконец, третье направление – фиксирует активность работы студентов на различных электронных платформах и сервисах. Достижение этих показателей позволит через несколько лет стать по-настоящему инновационным университетом. Спасибо, коллеги, за внимание.